Всем привет! Сегодня у нас в гостях Виталий и его History Made in Japan. Ну и как обладатель Лиспола, обладатель Лиспола, скажи, вот мы сейчас взвесили его, он весит 4,2, да? 4,2. У меня 4, но даже эти 200 грамм, они чувствуются прям, серьезно чувствуются перевесом. Ну я тебе сразу сказал, когда прям сразу брали, это потяжелее. Вот с гитарой мы свыше 4, они прям каждые 100 грамм, я не знаю, как на штанге, каждые там. Каждый блин. Каждый блин, просто невозможно. Скинь, скинь мне там. Как ты с этим живешь? Носишь ли ты с собой стульчик раскладной, как бабки носить? Нет, просто с поясом. Ну как в зал идешь, пояс раз на концерт и пошел выиграть. Нет, ты занимаешься чем-то спортом? Ну да, чуть-чуть. Скорее всего ты не устаешь, потому что у тебя сеты минут по 30-40 в основном. Потому что когда я играл в рок-клубах, меня тоже Лиспол вообще не парил, но когда я начал играть в кавербендер, и там сета вот 2 часа можно стоять на улице, там прям... Полчаса, ну, это максимум, наверное. И тебе никогда не хотелось полегче гитары? У меня есть полегче гитара. Есть. Ну да, у меня есть Squier, но, блин, я просто хотел Лиспол, и мне не с чем было сравнить. Я купил Лиспол, и все, и ну я начал играть. Реживый с этим. Да, живый с этим. Да, но все равно, тащишь на сцену, наверное, не с пол, чаще. Я всегда на нем, практически в последнее время, как купил, я с ним не сладил, ну, мне нравится. Потому что внешка, все-таки, да. Я себе мечтаю взять лимонный какой-нибудь тоже. Это Медовый. Да, это Медовый, а если хочу именно Голд Топ какой-нибудь взять, тоже, не знаю, я пока ломаюсь, никак не решусь. Это типа Металлик такой, да, Металлик Голд Топ. Да, 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 мне тоже очень нравятся они такие. Он непрозрачный, он просто покрашен, как будто машины, как тачка красит, вот такой, да. Да, тоже хочу сей его. Я много очень хочу, слава богу, не сильно. Что ж, давай по колкам. Здесь у нас стоят свои, Голдеровские, да? Они, кстати, стояли, я когда купил, там стояли такие гипсоновские с пластиками. А, классика. Да, с пластиками, но один, что-то он был загнут, и, ну, понимаешь, я чуть-чуть пешки. Не оправдывайся, правильно, мы бы все их. Серьезно, их никто не любит. Говно. Тем более, если эти колки были в наборе, ну, чувак, это родные колки, понимаешь? А, это родные колки? Это родные колки у этого Хистери. Гровер, это родные колки. Блядь, за каким-то хуйом, когда чувак поставил другие колки от Гибсона. Он прям купил их. Я не знаю, он где взял, он поставил их. Привернул сюда, играл и продал мне с этими колками. Один колочек был просто чуть-чуть, ну, он загнул чуть-чуть был. Но мне это не понравилось, понимаешь? И я решил поставить эти колки. Ну, это американский штрихом, я. Мне иногда кажется, они когда делают что-то, они просто так герут, так... Ну, на самом деле, вот лучше, ну, посмотри, вот... Лучше, мы потом с фотки покажем. С этими, с пластиковыми... Не очень, конечно. И они, да, я их потрогаю, колки, как они ходят у тебя, собственно. Ну, они такие тяжеленькие, тяжеленькие. Ну, они упругие. Давай, посчитаем, сейчас мы посчитаем передаточные. Ну, давай, звено, я же наслаблюсь, наслаблюсь. Я наслаблюсь, наслаблюсь. А что ты считаешь, я не знаю? 9 на 2, 18 к 1. Что мы считаем? Одна из характеристик, в общем-то, одна из характеристик колков, это то, что когда вы берете гитару за 5000 рублей, там передачное звено, число, как хотите, оно 9 к 1. Это ведомый, ведущий звено, да? Чего? Как в этой... Как в технику преподают, как он... Да-да-да-да. Все оттуда. Ведущие и ведомые. Да, вот. Фишка в том, что там получается... Передаточное число. Да, передаточное число. Это как крутящий момент у автомобиля. Да. И там, короче, как на велосипеде еще, можно сказать. Звездочки. И там получается, что на дешевой гитаре ты вот так вот сделал, вот так вот, и это плюс-минус там 2 октавы. То есть в ноты попасть нереально. На концерте настроиться нереально. Если как... И считается, что вообще передачное число, скажем так, до 9, это прямо плохо. Типа 12-14 это нормально. 16 выше это клево. Здесь 18. То есть здесь, когда мы будем настраивать на концерте, вот так вот крутить, мы будем все равно около ми плюс-минус. Намного легче войти в ноту, соответственно. Намного быстрее отстраиваться, точнее отстраивается инструмент. Ну, конечно, это не все, типа, не самое важное. Понятное дело, типа, чаще всего, чаще всего, если ноги, да, большие, да, то и нос большой. И уши. Вот. И, соответственно, с колками. Если передачное число большое, то, соответственно, и колки нормальные, чаще всего, из нормального металла. Но бывает, что колки число большое, но колки фуфел. Ничего не держат, соответственно. И очень легкие сами все. Здесь очень классные, приятные. Я часто показываю вам новые творчески-музыкальные проекты. И один из таких, это новый канал на YouTube за такт. Помните, был такой канал Ивана на телевидении, где показывали музыку, были даже передачи о музыке. Потом все поменялось, и сейчас создать нечто подобное, наверное, будет сложно. Да и, в общем-то, незачем, потому что есть YouTube. Так вот, идея канала за такт в том, что вы можете туда присылать свое творчество. И его не только покажут, но и о вас расскажут. То есть, идея в том, чтобы поддержать наши творческие коллективы. По-моему, это замечательная, классная концепция. Занялись ей ребята из Питера. Ребята из Питера обычно умеют. Поэтому, я думаю, все будет серьезно. Скажем так, поле тоже хорошо известное называется. Она Аматори. О, да. Так вот, так вот, на разогреве. Угуана Эйпс? Будет Аматори? Играет? Нет. Будет играть команда Ауткаст. И там уже прямо сейчас есть на старте контент. Можно зайти по ссылке в описании на канал. И знакомиться с форматом передачи. А также можно уже прямо сейчас предложить свой материал в группе ВКонтакте. Или же напрямую также по ссылкам в описании к этому видео. Ну и, конечно же, подписаться, посмотреть и поставить лайк. Потому что для ребят это будет самой лучшей поддержкой, как и для всех тех, кто занимается музыкой. Потому что занимаемся мы ей всей по любви. Пускай любовь нас объединяет. Порожек. Порожек, что-то как-то странновато у тебя установлен. С какой-то подкладочкой, кстати. Где? Это белая фигня. Это просто лак слетел. А, это лак просто слетел? Она была... А, была тонкая? Я просто струны когда менял и чуть-чуть задел, он вынулся вверх. И поэтому кусочек лака вот отсюда просто он откололся. Слушай, как прям пол... Мы пропили, но он нормально. С порожками, раз уж мы начали лекции. С порожками. Да мы сейчас разберем, пильнем вот так профиль. Посмотрим, что как он там. Потом склеит. Порожек, кстати, бывает, особенно на гипсонах. Вот я за что их не люблю. Он бывает высоко. Вот у тебя здесь не просунешь, и ничего. Муху не пролезет. Вот медиатор не пролазит, да? Ну никак. Вещь, струна поднимается. На гипсонах легко. То есть у них очень часто они любят высоко. Из-за этого струна, в принципе, надгитарой очень высоко получается. Вот так вот. Ты не любишь гипсон? Я очень люблю гипсон. Очень хочу. Но как только я возьму в руки, я понимаю, что я, наверное, еще не дорос. Не, я держал, мне приходилось. Не, нормальные, нормальные. Вы понимаете, ну, он сделан топорно. Вот. Вот, и там вот эта фигня с порожками меня все время бесит. То есть я там даже отстраиваю их не по нулевому, 12-му, а по первому, 13-му. Ну, еще лучше, в идеале, 5-17. Потому что там бывает, открытую настроил, первую нажал, она уже перетянута. Потому что порожек высоко стоит, за это сильно перетягиваешь. Вот чувствуется немножечко, вот переходики, вот здесь вот все гладко. Вот окантовочка, переходик, здесь все залезает. Здесь, да, здесь в этом плане все клево. Инкрустация, кстати, у тебя... Она раздельная, видишь? Да, она раздельная. У гипсов она слитная, а вот у хистерии они сделали такую штуку. Ну, кстати, прикольно, своя штука прикольная. Да, да, фишка. И она особо так... Гитаре уже до хрена лет, сколько? У нас с 2004 года. Ну, да. И при этом здесь деревяшка, не сказать, что усохла. Я не думаю, что ты там над ней трясешься, или хозяин там тряс. То есть там влажность там поддерживаешь. Слушай, я думаю, она как у всех в обычных условиях. Да, и при этом вообще никакого зазора нет. То есть деревяшка отличный тех, что инкрустация отлично залажена, засунут. Лады клево тоже обработаны. Ты ничего не носил мастеру? Не, не. Как тот чувак, которого я покупал, он, конечно, не сказал, что я носил к мастеру. Здесь все нормально. Ну, короче... Ну, он ее продал из-за того, что он не играет просто на ней. Вот и все. Когда он там носил к нему, я не знаю. Нет, здесь все клево. У тебя по-немецки есть какие-то там проблемы по этому? А там они маленькие, как я люблю. По-моему, все клево. И высота у тебя? Ну, высота у тебя тоже приличная. Порядка двух миллиметров, наверное, да? Я не мерил. Не мерил? А мы любим тут померить. Ну, мери-мери, я заметил. Да. Два. Два и два и один. Ну, все равно, чувствуется она не сильно такая, мощная. Датчики свои. Это родные, да. Это родные. У тебя стояли здесь... Это history. Если верить history, то эти датчики... Именно history. И именно на history датчики, как они говорят, history luis. Ну, то есть history ставит датчики luis, свои японские датчики. Да-да. Вот. На них были крышечки, которые я снял. И, собственно, для чего я их снял, чтобы посмотреть, какого цвета внутри вот сами датчики, из какого пластика они сделаны. Потому что я очень пережал, что они черные. И если я поставлю туда зебру, которую я хотел, зебру искал, не нашел. Но мы же поставим туда зебру. Мы сегодня у нас не просто обзер, мы сегодня, возможно, попробуем, возможно, поставим датчик. Возможно, минус одна history будет просто. Но мы попробуем. Дальше. Ну, они у тебя чем не нравятся, датчики? Понимаешь, все дело в сравнении. Просто вот, ну, они мне сейчас нравятся. Я сейчас поставлю другой датчик, он мне будет нравиться. Но вот на ват. Сам саунд, он вот на ват у них. Ну, да, не хватает. Выхлопа больше не хватает. Вот на акустике, вот я, кстати, снял крышечку с бриджа и прям вот зазвучал. Прям зазвучал, когда вот играешь, такие там, ну, что-то на акустике такое. Типа, скажем. Ну, да, многие говорят, что ставишь крышку и так вот немножко мылит звук. Это все, конечно, такое. Он грустно, мат такой становится, да. И тем более, ну, я не знаю, ну вот с гипсоном, если сравнивать, да, ну, с тем же самым, то... Что там у них, керамика? У них там всякое, керамику это потом начали уже делать. Вот. У них там много моделей. Что ж, дальше. Поскрипывай ты теперь, писянок. Ну, ничего, ну, крепкий. Ничего, ты померь. Да. Эти мы не мерим. Они стандартные. Мне больше интересует, ну, смотри, какие у тебя отверстия есть. Интересные. Стриплоки. Я впервые вижу такие стриплоки. Я в этом, в плане отверстий таких недостаточно опытные. У меня тоже есть, казалось бы, тоже Даноповские. Я думаю, в плане отверстий, наоборот. Нет, давай поверим, Джек, когда лезет, вот смотри, Джек. Слушай. Он лезет, он идеально просто. Он для Джека существует. Нет, на пол этих, на пол. На пол шишки, короче. Мы так не ругаемся. Шишки. Что за? Ну, это прикольно. Это ты сам, это, 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 это в шиере? Все было, нет. Это все было? Нет, просто купил ее со всем, что она, даже ремень тот же самый. Потому что очень аккуратно сделан так, зашит у него. Что, в общем, можно сказать? У тебя очень прикольно. Ну, потертые фунетуры чуть-чуть, смотри. Ну да, кромпо да блеск. С 2004 года-то. Кромпо да блеск. Видать, рифы чаще рубили. Вот смотри, у тебя сверху струнки натянуты. Да, так делаю. Есть такие панты с гибсоном, потому что они не строят. Вот. Ты сделал это, и что? Я увидел, у Билли Джо натянуты так же струны и попробовал просто так натянуть. У него гибса, наверное. Ну, я не знаю, что, ну да, наверное. У него еще фендер какой-то там. Я думаю, да, он не научил. Он нам не показывает все. Но мне тоже говорили, что... Я, кстати, купил билет на концерт. Да? 24 мая. Красава. Всех ждем. Что ж. Мне говорили, что смотрят... Ну, многие вообще тоже спорят об этой фигне. Я вообще не сильно верю. В том, что именно топ-лок поднимают, опускают за бриджем. Типа, если ты опускаешь, то большее натяжение получается. Если поднимаешь, то струны становятся более певучими. Гитера начинает дышать. Это из той степи, когда вот крышки датчика фастфлаб, чтобы гитера запела. Вот. И многие говорят, что типа, если сверху пустить, то натяг получается меньше. Почувствовал, что нет? Слушай, я не знаю. Я не знаю. Молодец. Правильно. Не надо такие вещи знать. Да, на самом деле. Тебе легче жить, да. Слушай, крутилки очень-очень жесткие. Прям очень жесткие. Мы их надо вставить, по-моему, кряхтят, не кряхтят. Перепаивал, кстати. Перепаивал? Перепаивал, знаешь, что? Перепаивал, не знаю. Бридж. Бридж был вот здесь. Слушай, у тебя, кстати, намотаны прикольно. У тебя они намотаны какой-то там резиной. И каждая отдельная катушка. Не вместе, как обычно, наматывают. Хамбакер, а я впервые даже такую тему вижу. Техниками. Не помню, мать. Но они там долго экспериментировали. Хотя к тем годам уже, мне кажется, эксперименты закончились. Не, ну 2004 год, это вот прям самый-самый у них. Я вот... Самый сок, да? Ну да, там здесь топ с палец. Здесь, ну, прям сделано все. Вот я фотки... А, ну ты, я же... Мы уже говорили. Да. Давай. Не, я... Я чисто... Чисто накряхтение. Не, все, слушай, все прям классно. У меня на моей начали немножко отказывать, но потому что все-таки у меня классом чуть пониже Берни она. Не отказывать, а в конце когда. В конце включается, в последнее. Начинаются какие-то призвуки. У тебя прям все как вновь е. Хотя провода торчат, непонятно зачем. Слушай, я что-то забавил. Че это такое? Ну это просто крышки снял я. Это воск там. Нет, нет, они зачем тут вообще нужны. А я откуда знаю. Это так загнули. Я ничего не делал. Смотри, что у тебя. Это у тебя. Это мое. Я просто ждал звука, когда ты звукоизвлечения начнешь там делать. И я такой... Раз уж ты к нам зашел, расскажи, где данная красотка, где ее можно увидеть, в какой команде ты играешь. А группа Сим Злух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На маршрутку твоей судьбы награда. Бездомным на конфеты, покатым на удачу. Ты молодец, не брось, что начать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Местного, такой разлива звезд. В Рязанске. Звезды, звезды же. Знаешь, в Рязанске обидно, что у вас в Рязанской, в Рязанщине, в Рязанской Рязанщине. Очень печально с концертами. Вообще печально. У нас ничего не осталось. Ну, блин, со времен Планетаре. Ну, нет, как бы есть площадки, но таких, как мы говорим, туда не берут. Это какие же? МКЦ? Ледовый? Дворец? Не, на самом деле... Ну, просто так состоит. Ну, это сейчас бы не об этом говорить. Вот. В общем, на концертах офигенно играть. Я люблю очень. Ну, я тоже люблю биспола. Поэтому у меня много всяких гитар бывало. Но таская, особенно на концертах, все знают Бёрни. Один раз я взял Бонесс. Было очень удобно, и я пожалел. Надо было брать Бёрни все равно. Опа. Чё это? Слушай... Чё это? А, кстати, она у тебя такая уже. Чего? Вываливается из неё уже. Ну, не болтай. Ну, смотри, ну чё это? Он сам вываливается. Ну, ты просто... И вот я сейчас встал, и ничего не будет вываливаться. Само. Ну, ты как встал? Ну, нужно поджать просто там. Внутри, да. Это все руками делается. Механически. Что ж, давай послушаем. Это значит, что на гитаре играет, понимаешь? Ну, что постоянно не было. Да. В общем, смотри. Что мы будем делать? Мы сейчас послушаем её. Вот. Потом мы сменим датчик. Мы сменим бридж. Да. И послушаем... Что будем ставить? Вот. Будем ставить мой. SMRGB. Что у нас есть, то их поставим. В общем-то. Ну и в конце, может быть, доживём до выводов. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 и фонда очень похожи на My SharingTorzok только у меня побольше цыганшины здесь побрутальные ну и смотрятся датчики Цыганшины золото? золотишко любишь мы на ютубе это так делаем повел один парень тебе понравились потациометры? да, у меня конечно швали здесь стоят очень тугие чувствуется надежность но поскрипывает я смажу и здесь тоже ну как сказал что что-то марш вываливаете что-то подтяни и будет прям конфетка что ж у него еще есть сквайр интересный сквайр возможно к тому что заглянет ссылку на 7 узлов я оставляю прикольные ребята зацените сразу сделано сингл и на видос наверно вот и все с вас лайк как вам гитарка как вам датчик собственно еще раз еще одно перевоплощение небольшое инструмента и всем до новых все пока и